Какой бинокль выбрать, когда бюджет сильно ограничен? Такой, чтобы был качественным, мог долго прослужить и не был бы отдан детям в качестве игрушки спустя пару недель использования после наступившего разочарования. Именно с таким запросом в наш интернет-магазин чаще всего обращаются покупатели, и современному рынку оптики есть чем на него ответить. Своеобразный масс-маркет оптической техники – это сейчас, наверное, самый распространенный сегмент приборов, в котором можно найти отличные модели с показателями, значительно выходящими за свою ценовую категорию, а с другой стороны можно и обжечься, потратив деньги на посредственную поделку. Хотите узнать, на какие 5 биноклей стоимостью до 10 тысяч рублей действительно стоит обратить внимание? Тогда смотрите это видео, мы все расскажем и покажем. С вами канал Observer, поехали! Пятое место среди самых топовых, на наш взгляд, биноклей в бюджете до 10 тысяч рублей заняла отечественная классика – жемчужина татарстанского оптикостроения с немецкими корнями – приборы от Казанского оптико-механического завода. Модели BPC 8х30, 10х40 и даже 12х45 с учетом скидки интернет-магазина Observer-msk.ru как раз вписываются в интересующие нас стоимостьные рамки. Неплохой выбор под большинство типовых задач. Главный плюс этих биноклей – качественная оптическая составляющая. Элементы выполнены из стекла марки Bug 4, как в моделях из среднего ценового сегмента. Просветление, правда, простенькое. Ранее однослойное, а на новых моделях – многослойное. Тем не менее, благодаря выверенной оптической схеме и качественному исполнению линз и призм, картинка выходит резкий, детализированный и радующий глаз. Нельзя не отметить и надежный алюминиевый корпус, который в случае необходимости можно самостоятельно разобрать для ремонта или генеральной чистки оптики. Почему эти бинокли лишь на пятом месте, а не где-то повыше? К сожалению, бинокли Комс БПЦ за 70-60 лет выпуска не претерпели практически никаких изменений. И, что бы ни говорили олдовые фанаты этой техники, эргономически они давно не соответствуют современным стандартам. Базовые модели не имеют внешнего резинового покрытия, производитель не разрешает использовать такие приборы в дождь. Нет резьбы для установки биноклей на штатив, ну и многое другое по мелочи, что с досадой подмечаешь уже во время работы с Комсами. Подробности в наших обзорах на популярные модели и в ролике о мифах вокруг бренда по ссылкам в описании. Четвертое место в нашем топе будет особенным. Дело в том, что бинокль, о котором пойдет речь, имеет ценник, существенно превышающий оговоренные рамки. Но специально для наших подписчиков мы снизили его до нужного уровня. Промокод на скидку ждет вас в описании. Речь идет о рожденной в сотрудничестве немецкого бренда Bresser и популярного канала, ну а кто постарше вспомнит, что еще и журнала, National Geographic. Модели Bresser National Geographic 8х42 с разгрузочным ремнем. Отличная модель с современными roof-призмами, компактными габаритами, ну и прекрасной оптикой. Здесь тоже используются стекла марки БАК-4, как и у КОМС, только просветление посерьезней. Оно полное и нанесено в том числе и на внутренней поверхности линзовых склеек. В конечном итоге картинка просто муах. Корпус, правда, из пластика, зато надежно обрезинен и не боится работы в дождь и снег. Параметры универсальны, поэтому бинокль подойдет практически для всего. Ну и самое главное, в комплекте тот самый разгрузочный ремень. Своеобразная портупея с креплением для бинокля, за счет которой нагрузка при длительном ношении равномерно распределяется на плечи и спину, не фокусируясь на шее или плече. Удобно и безопасно для здоровья. Третье место занимают белорусские бинокли Yukon Solaris Waterproof. В 10 тысяч рублей вписывается практически вся линейка, а единственная модель, стоимость которой распухла за эти рамки, потребует добавить всего ничего. Два раза сэкономим на стаканчики кофе и бинокль ваш. Оптика здесь номинально классом чуть пониже, чем у предыдущих строчек нашего чарта. В приборах используется стекло марки BK7, хотя и с продвинутым многослойным просветлением. В слепом тесте гарантированно почувствовать разницу смогут не только лишь все. Но за что же тогда Yukon Solaris получает столь высокое место в нашем, скажем без ложной скромности, весьма почетном рейтинге? Ответ кроется в расшифровке последних двух букв в названии линейки. Аббревиатура VP, то есть Waterproof, говорит нам о том, что эти бинокли имеют водозащищенный корпус, а это жирный плюс. И хотя класс водозащиты здесь не самый топовый, только IPX6, а это защита от прямого попадания сильных водяных струй, бинокли в любом случае уже не страшно использовать в экстремальных погодных условиях или же на открытой воде. Корпус надежный, обрезиненный, с основой из алюминия. Ассортимент линейки состоит из пяти моделей со светосильными 50-мм объективами, различающимися увеличением. На выбор 7, 10, 12, 16 и 20 крат. Будьте внимательны, инструменты довольно тяжелые и достаточно габаритные. На втором месте еще одна линейка приборов, созданных в коллаборации с популярным научным телеканалом. На этот раз это детище брендов Living Hook и Discovery Channel, суперские модели Discovery Flint с феноменальным качеством сборки. Когда я впервые подержал эти бинокли в руках, меня сразу поразило то, насколько монолитными они чувствуются в руке. Посудите сами. Во-первых, Discovery Flint внешне выглядит так, будто они стоят в 2-3 раза дороже своей реальной цены. Рельефные резиновые вставки, черно-графитовое, цветовое исполнение и прекрасно подогнанные детали без единого люфта. Плюс? Конечно плюс. Во-вторых, корпус сделан из алюминия, что и придает этот самый эффект монолитности. Бинокли надежные, как швейцарские часы. Прошу заметить, я говорю без всякого сарказма. В-третьих, оптика здесь хоть и из такого же стекла БК-7, как и у приборов с третьего места нашего топа, но при этом имеет уже полное многослойное просветление. То есть просветляющие пленки нанесены не только на наружной поверхности оптических элементов, но и на внутренние, что улучшает то, какой получается картинка на выходе. В линейке всего три прибора. Компактных нет, все полноразмерные, с классическими поропризмами и наиболее универсальными характеристиками. Это один из лучших вариантов в своей цене. Кстати, это самые недорогие модели из всего нашего топа. Ну а первое место наше экспертное жюри отдало, пожалуй, действительно самому топовому биноклю в своей ценовой категории. Классическому среднеразмерному полевому прибору на поропризмах Ливенгук Шерман Бэйс 8х32. Он сочетает в себе все плюсы предыдущих моделей нашего топа, но цена при этом не складывается в четыре раза, а все еще остается в обозначенных рамках. Менее 10 тысяч рублей. Среди плюсов надежный алюминиевый корпус с обрезиненной поверхностью, отличная оптика из стекла марки БАК-4 с полным многослойным просветляющим покрытием, класс водозащиты IPX6. Кроме того, прибор заполнен азотом, а это значит, что оптика не будет запотевать при резком перепаде температур. Современная эргономика и крайне достойные характеристики. Угол зрения более 8 градусов. Масса всего 520 грамм. Легко носить с собой даже при длительных пеших походах. Ну а минусы? Их практически нет. Разве что в нужный нам бюджет, к сожалению, влезает только одна модель, а не все из данной линейки. Но подождите, мы не упомянули о еще одной модели, которая еще более топовая. Это Левенгук Шерман ПРО 6.5х32. Все то же самое, как и у Бейс, только водозащита уже выдерживает погружение в жидкость. В конструкции применены более совершенные окуляры, ну и в довесок широченный угол обзора в 10 градусов. Увеличение, правда, чуть поменьше. 6.5 крат вместо 8. Но это не беда для истинных ценителей, которые знают, что размер кратности не главное. Пользуйтесь нашим топом при выборе недорогого бинокля. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, обязательно подписывайтесь, но и не забудьте оставить в комментариях предложение по теме следующего видео. Если после просмотра остались какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться за консультацией к специалистам интернет-магазина observer-msk.ru, оставив форму для обратного звонка на сайте, написав в онлайн-чат или позвонив нам самостоятельно. Надеюсь, вам все понравилось. Увидимся в следующем видео.